Всем привет! Меня зовут Евгений Петриченко, я руководитель мобильного направления компании 1S Bittrex. И, как обычно, я рассказываю о новшествах мобильных нашей компании. Итак, сначала небольшая вводная для тех, кто… К нам только присоединился? Да, только присоединился. Первый раз на нашей партнерской конференции, либо кто-то не помнит, либо кто-то не понял. У нас есть такой продукт, мобильное приложение. Основа его – это мобильная платформа Bittrex Mobile 2.0. Технология заключается в том, что можно создавать мобильные приложения с использованием JavaScript, HTML и других до более знакомых вам инструментов. И получать такие гибридные приложения. То есть это комбинация нативных элементов, например, панельки, анимации всякие, слайдинги и так далее. Плюс HTML внутри приложения. Вот здесь вы видите все это HTML. Какие преимущества этой платформы? Сейчас мы посмотрим. Преимущества этой платформы следующие. То есть вы разрабатываете на знакомых инструментах HTML5, JavaScript. Выпускаете все это очень быстро, причем один раз. В App Store, в Google Play и так далее и тому подобное. Несколько разработчиков может участвовать в разработке. Легко масштабировать выпуск. Не нужно придумывать API. Можете использовать то, что у нас есть. Все это очень быстро. И бэкэндом является тот самый Bittrex. Вы используете стандартные компоненты, используете мобильную верстку. И у вас получается приложение по скорости приближенное в принципе к нативным. Итак, это небольшая вводная для тех, кто не знает. А теперь о новинках. Хотелось бы еще рассказать про приложение, которое у нас есть. Мы выпускаем приложение. У меня даже уже собралась некоторая информация по поводу категорий наших приложений. Подавляясь большинству приложений, это интернет-магазины. И все остальные приложения, например, блоги, путеводители, новостные приложения. Это наши клиенты именно такие приложения и выпускают. Даже есть вещание в формате HD, приложение для персонала в ресторане и так далее и тому подобное. То есть это демонстрация того, что на платформе на самом деле можно делать различные приложения в разной сфере и так далее и тому подобное. Ну и логотипчики некоторых наших клиентов, например, из рук в руки, известные издатели. То есть вот они сделали приложение на нашей платформе. Также есть у нас опыт использования нашей платформы на некотором проекте, о котором мне нельзя говорить. Но компания делала Кусофт. Они использовали крипто-про для шифрования трафика по ГОСТам нашим отечественным. И у них просто отлично все получается. Мы им отдали фреймворк. Это перспективное направление. Ну а теперь о новшествах. Новое в Bittrex Mobile. Что у нас есть? Это, хочу оговориться, в последнее время мы работали над тем, чтобы сделать разработку более удобной, более быстрой и для разработчиков более внести понимание, как вообще все это работает, визуальные примеры показать им и так далее и тому подобное. Так вот, первым пунктом идет бэкэнд для демонстрации API мобильного приложения. То есть в принципе от наших партнеров постоянно приходили запросы, что они не понимают, как все это работает. То есть им хотелось документации в формате код и что из этого получается. Код и что из этого получается. Так вот, у нас в модуле мобильная платформа в скором времени выйдет такой тестовый бэкэнд, демонстрация всего, что вообще можно сделать на этой платформе. То есть вы можете просто посмотреть глазами, как все это будет выглядеть в итоге. Вместе с этим вышло мобильное приложение, пока оно в App Store, готовится для Google Play. Мобильное приложение для разработчиков версии 2.5. Что в нем нового, я дальше расскажу. Конструктор мобильного приложения, также дальше расскажу. Новые настройки пользовательских приложений, то есть это, например, дизайн верхней панельки, дизайн кнопок и так далее. Их сейчас 54. Покажу, как ими управлять. И новые возможности API. Это шаринг файлов, передача их по AirPlay. Это все касается iOS платформы, потому что в Android в принципе все файлы можно сохранять в файловой структуре и оттуда ими управлять. Первое, это, собственно, приложение новое. Если запустится видео, оно запустится. Приложение имеет две, точнее три новых фичи. Это такой менеджер аккаунтов. Вы можете вести несколько проектов, переключаться между ними, удалять их и, соответственно, подтягиваются свои настройки приложения. Вот сейчас я в одном приложении, теперь я прихожу в другое приложение. Другие настройки, другой дизайн. Могу перезагружать эти настройки. Могу опять переходить в другое приложение и так далее и тому подобное. То есть совсем другие приложения. То есть вы можете над несколькими проектами работать навременно и это будет удобнее, чем раньше. Плюс переключение между проектами, я сказал, режим мгновенной перезагрузки. Я покажу далее, как это работает. Демонстрация API мобильной платформы. Это тот самый пример, о котором я говорил. Вы можете видеть списки, фото, документы, частые кейсы, какие-то трюки, как лучше сделать ту или иную задачу на нашей платформе. В принципе, этот бэкэнд я буду демонстрировать дальше, когда буду показывать еще одно наше новшество. Ну, в принципе, на видео можно посмотреть демонстрацию, допустим, списков выбора, там, одиночный выбор, поиска и так далее и тому подобное. Итак, в чем сложность разработки на Bittrex Mobile? Я попытался собрать, так сказать, для себя, может быть, кто-то делает не так, но, в общем, как бы пункты, как разрабатывать сейчас приложение. То есть рисуется какой-то дизайн, верстается, утверждается там с клиентом. Ну, в общем, я это не писал. Ну, и дальше идет часть, как раз-таки, которая относится к Bittrex Mobile. Мы создаем папочку на сервере, создаем файл конфиг.php, формируем файл настроек, устанавливаем вот это приложение для девелопмента, разрабатываем функционал, тестируем, выпускаем. То есть это такой, в принципе, быстрый вариант. И хочется выделить конкретно, визуально, что относится к нашей части. То есть первое, это подготовка серверной части. Создаем папочку в корне сайта, создаем конфиг, буквально вот такой конфиг можно создать, и вы уже сможете через девелское предложение просто взять и подключиться, и у вас уже будет запускаться приложение. Там ничего не будет, но оно будет запускаться. Второй пункт – это создание шаблона. Вы создаете обычный шаблон Bittrex, обычный шаблон сайта, и назначаете на ту папочку, которую вы создали в предыдущем пункте. Но обязательно надо прописать вот эти две строчки, чтобы зарабатывала сама платформа Bittrex Mobile. После этого у нас начинают работать функции JavaScript, подключается библиотека, и вы можете все это творить, разрабатывать, и, в общем, собственно, уже практически все. Но еще нужно настроить визуальный вид. Вот эти все панельки и так далее и тому подобное, нативную часть приложения. Это огромный конфиг, который состоит из более чем 50 параметров, и наши партнеры, клиенты всегда путаются, что вообще там в нем делать, и они используют там 5-10 параметров, не знают, как они работают и так далее и тому подобное, и они используют буквально минимум, ну, согласен, в этом сложно разобраться. Но, тем не менее, такой файлик надо создать, чтобы хоть как-то персонализировать свое приложение. Ну и последний пункт, четвертый, мы идем в Google Play, мы идем в App Store, чтобы установить приложение и подключиться к тому бэкэнду, который мы подготовили предварительно. Но мы решили так, что последний пункт мы убрать не можем. Мы не можем за клиента, за разработчика установить это последнее приложение. Мы можем первые три пункта свести в один и сделать подготовку к разработке, собственно, из двух пунктов. Первое – это создаем приложение в конструкторе, о котором я сейчас расскажу. Ну и, собственно, установка приложения и доработка функционала и так далее и тому подобное. Итак, дизайнер мобильного приложения. Что он, собственно, из себя представляет? Его главные функции – он создает минимальную структуру приложения, создает шаблон автоматически, привязывает его к той папке, которую создал. Через него можно настраивать параметры визуально, можно настроить цвет, формы, размеры и так далее и тому подобное. И также можно создавать отдельные конфигурации для Android и iOS. То есть ваше приложение одно может иметь две конфигурации – Android и iOS. Допустим, iOS у вас будет зеленое приложение, а для Android, допустим, оно будет желтое или как хотите, на ваш вкус. И сейчас я продемонстрирую, как это все вживую. Есть предварительный пример этого дизайнера. Еще много чего нужно дорабатывать, но тем не менее он уже что-то может. Вот мы видим примерный интерфейс, добавляем приложение Demo и назначаем папку Demo API, создаем. У нас создается отдельная глобальная конфигурация, и мы видим, что здесь есть секции параметров, которые мы можем настраивать. Теперь они имеют название, раньше таких названий не было. Были просто ключи, там Image, Image Large, Image Landscape. Но теперь разработчику не нужно этого знать. Теперь мы попытаемся подключиться к созданному приложению. Она находится у нас в папке Demo API. Мы смогли подключиться и видим какой-то бэкэмп. Я его заготовил, я его положил в темплейт, чтобы приложение создавалось из этого шаблона. То есть у нас есть, у нас работают контрольчики, значит у нас Bittrex Mobile завелся, все хорошо. Единственное, мы видим красную панель, и нам хотелось бы его поменять. Раньше надо было лезть в файлик, а теперь мы можем специальными визуальными контрольчиками все это поменять. Сохранили, обновляем. Видим синюю панель. И обратите внимание, чтобы обновить настройки, раньше надо было просто перезагрузить приложение. То есть убить его, заново запустить, вбить URL или что-то в этом роде. Теперь можно нажать одну кнопку, и ваши настройки подтянутся. Ну, собственно, здесь я демонстрирую, как можно, допустим, на задний фон поставить картинку и выставить ей режим растягивания. Допустим, можно кроп от центра сделать, можно растянуть, можно зарепитить. Разные варианты. Теперь можно посмотреть, допустим, на нативные элементы. Это нативный элемент список. Мало кто его использует по нашей статистике, только если использовать наш стандартный красный интернет-магазин, он там есть, этот списочек. Но на самом-то деле это очень мощный инструмент, и на нем многое можно делать, и мы в будущем в наших примерах, кейсах будем показывать, какие задачи с помощью него можно решать. Здесь я пытаюсь его настроить, сделать свет надписями синими и маленькие надписи зелеными. Ну и высота его будет 50 поинтов. Теперь я опять попытаюсь перезагрузить настройки, перехожу в списки и вижу, что действительно мои параметры применились, все хорошо. Для пущей убедительности я, наверное, здесь попытаюсь поменять задний фон вот этих ячеек, по-моему, на синий. И вы тогда точно увидите, что настройки действительно опять же применяются. Опять я перезагружаю настройки, опять иду в списки и открываю, и списочек у нас уже покрашенный. То есть это значительно, кто вообще пытался разрабатывать на этом всем, он поймет, что это значительно проще, чем то, что сейчас он делает. Ну, это еще один пример. У нас есть такой контрольщик pulldown. Я установил картинку. Ну, часть картинки это будет только выказываться, потому что она очень большая, то есть она такая монотонная. Ну, отрицательный опыт тоже опыт. И еще одна фишка, о которой я раньше говорил. Можно добавлять разные конфигурации. Сейчас это эмулятор iOS. Операционные системы, которые стоят на айфонах, айпэдах и так далее и тому подобное. И, допустим, мне не хочется иметь общую конфигурацию для андроида и для iOS. И мне захотелось просто создать что-нибудь. Создам я, наверное, чуть позже. Пока я просто демонстрирую, что можно еще делать с контрольщиками, как их рисовать, как их раскрашивать и тому подобное. Ну, это я просто показываю режим растягивания. Скользящая панель. У нас есть вот такой интересный контрол. Ну, в принципе, наверное, вы все потом поиграетесь, посмотрите. Теперь я попытаюсь создать для андроида конфигурацию и попробую создать для iOS конфигурацию. У нас все контрольщики должны вот здесь вот обнулиться. Теперь мы видим, что у нас есть отдельная конфигурация для iOS. И я обновляю параметры, они все сбросились, потому что у нас теперь отдельная пустая конфигурация. И дабы убедиться, что это действительно конфигурация для iOS, я попытаюсь ее изменить. Изменить цвет фона панельки. И она должна покраситься. Теперь она стала синей. А теперь панельку можно покрасить в зеленый, вот в эту верхнюю. То есть, в принципе, все просто. Мы просто меняем параметры, подбираем, сохраняем, перезагружаем в вашем приложении настройки, и мы видим результат. В дальнейшем планируется, что данный дизайнер будет еще обладать такой функцией, как предварительный просмотр. Сбоку будет эмуляция вашего приложения для Android, iOS, и вам фактически, чтобы сделать, вот так вот раскрасить ваше приложение, не нужно запускать вообще никаких приложений. Вы предварительно его сделали, увидели, посмотрели, ну и примерно, в общем, ощутили, как это будет выглядеть на других девайсах и так далее. Что по планам? По планам у нас поддержка смены нативного дизайна без перевыпуска приложения. Сейчас, когда мы собрали приложение с вашим дизайном, с вашими нативными панельками, мы не можем его поменять, когда он уже есть в Store. Это единственный такой минус, и хотим его убрать. Хотим сделать так, чтобы вы сами меняли через этот дизайнер параметры, и приложение, которое в App Store, менялась не только часть HTML, веб-часть, но и нативная часть, и вам вообще не нужно перевыпускать приложения, ну, по крайней мере, не так часто, как сейчас. Наконец-то добавили все-таки календарь в Android. Мобильный marketplace по образу и подобию обычного большого marketplace. То есть сейчас как-то это добавляется в пункт меню в Bittrex24, вы нажимаете, видите там и фрейм, видите какой-то функционал. В общем, по образу и подобию сделать так же в мобильном приложении. Будет добавляться какой-то пунктик, переход по этому пунктику, еще за собой переход на какое-то, в общем, пространство, и партнер в нем может делать что хочет. Он там может пользоваться API, REST API, управлять приложением с какими-то определенными правами или ограничениями. Еще одна фича – оффлайн-хранилище. Наверное, сложно будет объяснить, что это значит, но из разряда такой фантазии сделать такую оффлайн-часть приложения, которое будет полностью загружаться с сайта в виде пакетов, разворачиваться. Это может быть каталог, допустим, какой-нибудь, или какие-то страницы, или какие-то настройки. И фактически у вас в приложении может быть одна страница, которая подтягивается с сервера, а все остальное у вас будет находиться оффлайн. И приложение будет полностью загружаться оффлайн, и данные тоже будут оффлайн. Но мы подумаем, как это сделать. В общем, дальше поддержка API соцсетей, авторизация, подтягивание каких-то данных и так далее. Следующая поддержка в AppRTC. В последнем релизе Bitrix24 мы выкатили результат довольно-таки продолжительной работы. Мы около трех месяцев или двух делали поддержку в AppRTC. Там, где его вообще не должно быть, это было довольно сложно. И я надеюсь, мы все-таки предоставим вам API для работы с AppRTC. Это, если кто не знает, это поддержка видеозвонков, аудиозвонков и так далее. Интеграция с операционной системой. Это такая фича, когда вы можете, допустим, взять, открыть какой-нибудь файлик в каком-нибудь приложении и передать его приложению Bitrix24. Или вашему приложению, или что-нибудь в этом роде. И это приложение что-нибудь с ним сделает. То есть это, в общем, более тесная интеграция. Ну и поддержка. Скоро выходят iOS 8 и Android 5. Там будут свои фичи. И мы планируем поддержать эти операционные системы. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле, я вот всегда говорю, что надо ролики записывать на приличном приложении. А то оно как фронтпейдж выглядит. И вроде какой-то, не знаю, щенок там еще что-то. Надо на Bitrix24 приложение экспериментировать. Мы же свои тоже пишем на нем. И для меня самый большой результат – это, конечно, скорость и себестоимость разработки, но и оценка. Приложения что в Android, что в iOS маркете, 4,5 в среднем имеют оценку. И это очень хорошо, потому что большинство тулзов для девелопинга или для инструментов каких-то схожих отраслей редко имеют выше трех. Три с половиной, но выше четыре – это прям редкий-редкий-редкий случай. Пожалуйста, Женя, вопросы. Как сейчас дела обстоят со всей остальной нативщиной, типа навигации, сенсоров, камеры, взаимодействия с железом? Ну, вообще, в принципе, основой Bitrix Mobile является PhoneGap. Если вы слышали, что это такое… Ну, фреймворк, насколько я знаю. PhoneGap, Cardova, там по-разному его называют. В общем, там есть метод работы с камерой, с файлом, хранилищем, акселерометром, с альбомами и так далее и тому подобное. Можно использовать GPS. Все это через JavaScript доступно. Что касается конкретно навигации, свайпов и так далее, это уже ношуство, которое принесла наша технология Bitrix Mobile. Вот эти вот свайпы, нативная навигация, слайдеры, меню – это одно из наших преимуществ. Дайте еще вопросы. Добрый день. Я хотел бы спросить насчет более текстной интеграции с управлением сайта. Я недавно встречал, не помню где, пример, когда при поиске в Google, если у сайта имеется мобильное приложение, там можно было переходить на страничку мобильного приложения, если оно установлено у тебя. Например, ты ищешь в Google какую-нибудь запчасть, если у тебя страничка сайта запчасти есть в твоем мобильном приложении, то есть ты можешь сразу по отдельной ссылке перейти в приложение, посмотреть в нем. Так отдельного тега в HTML достаточно, чтобы вы сделали переход на мобильный апп. Это часть шаблона. Я так понимаю, конкретные детали, конкретному товару, да? Это имеется в виду? Нет, то есть возможность привязать страницу на сайте Bitrix к приложению. Вы имеете в виду всплывашку, когда появляется мобильное приложение, откройте его? Нет, в поисковой системе, собственно, в выдаче самой. Не очень понятно. Ну давайте вы с Женей потом отдельно обсудите, хорошо? Окей. Спасибо большое, Жень. Последний, где-где вопрос? Давайте последний. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, реально ли сейчас на нынешней версии платформы сделать приложение, которое будет, скажем, спрашивать у сайта там 300-500 записей, сохранять их у себя с картинками небольшими и потом в режиме офлайн показывать? Есть браузерные хранилища, как SQLite. Ну, правда, он уже деприкейтед, но есть, по-моему, другие базы браузерные, которые, я думаю, что позволяют вытягивать, ну, хранить, по крайней мере, достаточно большой объем, ну, то есть, а вытянуть это не проблема. Я думаю, что, в принципе, в каких-то определенных, конечно, лимитах это, в принципе, возможно. Спасибо. Жень, спасибо большое. Спасибо.